Ткацкая фабрика Цель сегодняшней операции – освобождение нескольких домов за автовокзалом. Вперед уходит разведчик. Снайпер боевиков обнаружил расположение штурмовой группы. Снайпер боевиков обнаружил расположение штурмовой группы. Снайпер боевиков обнаружил расположение штурмовой группы. Командир ставит задачу танку. Разведчик не может вернуться из-за обстрела. Танк прикрывает его. Предупредите всех – идет интенсивный обстрел. Поэтому здесь выходить нельзя, пока уничтожим источник огня. Противник открыл артиллерийский огонь, плохо работают снайперы. Поэтому пока у бойцов передышка. Солдатам предстоит нелегкая работа. Огонь противника сегодня очень силен. Боевики изо всех сил стараются не дать продвинуться за вокзал. Попадание ракеты боевиков в фабрику привело к пожару. К счастью, возгорание быстро ликвидировано солдатами. Наблюдатели засекли огневую точку бандитов. Играет ликвидировано солдатами. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМАНОМАНОМОЙ ПОementом! Нет, это не предупредительное действие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова. Определите, откуда они стреляют Мина боевиков попала еще в один дом Возник сильный пожар Возник даёт Минам, где очень ярко Бронетехника работает непрерывно, постоянно меняют друг друга. Бронетехника работает непрерывно. Бронетехника работает непрерывно, постоянно меняют друг друга. Мы солдаты своей страны и президента. Мы освободим эти дома от бандитов. Первая штурмовая группа пошла вперед. Бронетехника работает непрерывно. Бронетехника работает непрерывно. Сегодня ваш день, красавцы. Вы победители. Настоящие мужчины. Давайте, ребята, вперед за Родину. Смотрите, проходите между танками. Вперед, храни вас Бог. Вторая группа тоже уходит в бой. Агентство Анна-Ньюс. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыр.